так добрый вечер еще раз и сегодня у нас с вами лекция посвящена анимации в плакате анимации в объектах графического дизайна и попробуем обозначить проблемы попробуем обозначить пути их решения посмотрим что делает трокслеры что делает леонардо санноли и что было сделано конкретно вашими коллегами учащимися третьего курса бакалавриата в прошлом весеннем семестре как раз в рамках задания анимированный плакат на самом деле вот если какие-то проблемы пытаться перечислять и так сказать пытаться определить собственно с чем сталкивается дизайнер графика когда перед ним встает вот такая задача сделать живую картинку потому что слово анима как если его переводить буквально это душа то есть это оживление духотворение изображение ведь это не просто чисто технические сказать возможности которые позволяют статику превратить в динамику нет это именно оживление картинки то есть как наделение вот этого сюжета каким-то смыслом сказать каким-то развитием потому что у развития всегда есть начало кульминации и конец вот так сказать как это можно выстроить и каких позиций вообще подходить к решению этой задачи ну во первых хочу здесь напомнить вам о профессии у нас сейчас профессии дизайнер графика дизайнер графика и дизайнер графика и дизайнер графика и вот сейчас вот этот профессиональный спектр умений навыков он невероятно расширяется и вот сейчас мы уже прекрасно с вами видим ощущаем понимаем что добавилось еще одно качество еще одна очень важная функция которая стала востребована это режиссур то есть дизайнер графику он становится режиссером становится сценографом сценографом информации и сказать вот связи с этим действительно мы начинаем с вами говорить об объекте графического дизайна не просто как о законченной вещи как о законченной композиции а как о проекте который живет в движении второй момент связанные с форматом вот смотрите раз мы говорим об анимированном плакате раз мы говорим о том что сказать происходит включение движения в проект то вообще-то первое что приходит на ум это именно горизонтальный формат потому что отчасти сказать мы как бы подразумеваем связку с кино с кинематографом подразумеваем подразумеваем связку со сценой которая в общем то тоже носит вот именно этот горизонтальный формат и как мне кажется сказать все таки хотя вот одна из таких линий развития анимированной графики анимированного плаката она как лежит как раз в освоении именно вот этого горизонтального формата я прекрасно понимаю что вы мне сейчас скажете а как же телефон а как же мобильное устройство мы отчасти действительно привыкли читать информацию читать сайты именно держа этот гаджет вертикально но во первых у нас есть возможность повернуть этот девайс повернуть его в горизонтальный формат во вторых в общем-то все видео на том же ютьюбе они сняты именно в этом горизонтальном формате и волей-неволей если мы что-то открываем какие-то ролики нам все равно приходится телефон поворачивать значит в нужную для нас позицию но это тема можно с одной стороны она такая чисто наверное внешне а с другой стороны вот если подумать это вообще какие-то законы искусства очень такие древние так сказать уже в культуре устоявшиеся работа с композицией работа с композицией в рамках вертикального формата и в рамках горизонтального и в общем то есть большая разница как строить это движение сказать по горизонтали или по вертикали это наверное тоже вот такой второй пункт вам для задумчивости для анализа и так сказать третий момент связан собственно идеей откуда черпать вот эту идею создания живой движущейся картинки так сказать где она лежит где она спрятана и так сказать вот на мой взгляд здесь есть три таких как бы темы три таких наверное источника вдохновения первый источник вдохновения это музыка второй источник вдохновения это сюжет или можно сказать метафора материала метафора действия помните как слова хитрука и вам приводил про движение про то что собственно мы должны понимать как этот предмет движется исходя из того исходя из его физических качеств резиновый мячик стеклянный шар легкое перо чугунное ядро буквально так сказать это предметы которые вот в этой воздушной среде так сказать опираясь на силу притяжения они совершенно по-разному будут себя вести то есть так сказать даже при работе в общем-то с абстрактными формами все равно можно заложить что-то что будет как отсылать вот как раз к этим физическим параметрам вот третий момент вернее третий источник вдохновения это то что можно наверное назвать графической метафорой буквально это сказать опыта наверное всего 20 века в рамках абстракции это попытка за счет линейных ритмов цветовых ритмов композиционных ритмов рассказать о каких-то сложных вещах о вещах нематериальных о вещах связанных с какими-то духовными практиками в том числе о вещах неизобразимых изначально и здесь на самом деле тоже очень такая интересная получается задача потому что вот этот ритм его нужно уметь увидеть вот эту графическую метафору вот это движение которое может быть кто-то подразумевал но потому что у него таких технических средств не было он это оставил где-то за кадром как такую подспудную возможность и действительно можно пользоваться вот этим наследием это интересно не только в рамках выставок и культурных мероприятий которые требуют сейчас довольно часто каких-то игровых таких дополнительных историй и проектов где должен быть задействован зритель разного возраста где требуется подключение каких-то иммерсивных технологий и так далее то есть это не только на самом деле игра на основе вот этих существ на основе вот этих существующих шедевров 20 века но и умение их интерпретировать умение работать с опорой вот на эти ритмы которые там заложены и здесь я прошу прощения я уже никак не могу запомнить кому я что показывал показывала ли вам я книжку про два квадрата лисицкого было такое у нас с вами да показывали мне кажется в самом начале еще когда мы онлайн тогда я не буду ее доставать я просто скажу вам что это на моей памяти был один из первых таких опытов создания анимации в графическом дизайне я не беру сейчас саму работу лисицкого я беру ее интерпретацию где-то мне кажется это начало 90-х было в германии был такой достаточно известный режиссер документалист снимал фильмы об искусстве лео лорец и он одним из первых попробовал сюжеты этой книги превратить в анимационный ролик и дальше собственно в начале двухтысячных когда флэш-анимация стала вообще супер актуальной и действительно было такое ощущение что какие-то неизведанные границы раньше открылись то есть это действительно технология которая позволяла превращать в мультфильм абсолютно все и вот первое с чем стали работать тогда дизайнеры графики это как раз наследие авангарда потому что там этот графический ритм эта графическая метафора она действительно буквально на поверхности остается только так сказать придумать красиво вот эту сюжетную линию начала кульминация и завершение и последнее вот что в этом плане скажу не только копирование не только подражание не только создание вот таких проектов просто анимирующих уже готовые образцы здесь возможно но и исследование изучения этих принципов и собственно на этих принципах можно тоже очень интересные вещи создавать вот и первая собственно часть нашего разговора сегодня посвящена музыке попробуем посмотреть какие были плакаты у швейцарцев в швейцарской школе интернациональный стиль 50-60-е годы прошлого века посмотрим что было у американцев посмотрим как это связано с различными видами абстрактного искусства но для начала хочу вам напомнить о Кандинском потому что Кандинскому принадлежит наверное одна из первых таких абсолютно абстрактных постановок она при его жизни так и не была реализована так сказать осталась лишь на бумаге уже только в 70-е годы причем с музыкой не того композитора на которого он рассчитывал была поставлена чуть с интерпретациями но это фактически даже круче чем то что предлагал сделать Скрябин так сказать все его идеи мистерии и так сказать соединения музыки и вот этой световой партитуры Кандинский предлагал фактически сделать живой картин свою композицию и действительно ведь Кандинский окончил юридический факультет а потом что-то у него стрельнул и он понял что он хочет заниматься искусством и как выяснилось очень внимательно следил за всем что происходило вот такого актуального интересного невозможного футуристического в художественной среде и об опытах Скрябина он в общем-то тоже знал и в 1909 году он предлагает сценарий такой постановки под названием «Желтый звук» то есть речь идет не о том что есть какая-то сюжетная линия и действие, так сказать, которое подчинено сюжету которое подчинено, так сказать, некой теме а речь идет о том что это, так сказать, фактически визуализация музыки визуализации музыки через цвет и на самом деле для Кандинского вообще вот все искусство все с чем он работал носило вот такой действительно символический характер то есть нам с одной стороны кажется что вот такого рода вещи это такая чистая абстракция когда у нее есть свой ритм, ритм линий, ритм вот этих геометрических форм, цвета и так далее она действительно радует глаз, так сказать, радует глаз как вот такое умелое сочетание отдельных элементов но для Кандинского это фактически был целый зашифрованный текст он именно так к таким своим опытам относился и собственно тоже для вас я думаю не секрет о том что у Кандинского была целая теория какую окраску имеет звук того или иного инструмента и собственно эта теория, ну она тоже стала частью вот этой постановки желтый звук желтый это труба, это духовые синий светлый флейта, синий темный виолончель зеленый растянутый тона скрипки зеленый в желтые повышающиеся тона скрипки зеленый в синий альт с сурдинкой красный сатурн, упрямый сильный звук фанфары киноварь, сильные звуки трубы, удары барабана красный холодный, средние и низкие тона виолончели красный к розовому свирель оранжевый альт фиолетовый английский рожок фиолетовый глубокий, гобой, низкие тона фагота с одной стороны такие подобные рассуждения то что носит название синестезии на самом деле они чисто субъективные такая история и в общем-то все попытки свести вот это в какую-то единую таблицу в какую-то единую форму действительно выявить процентное соотношение того или иного звука в том или ином цвете но они в общем-то изначально близки к провалу потому что тогда собственно уходит искусство, уходит творчество уходит какая-то магия действительно чувства то собственно что есть творчество исчезает вот эта вариативность и конечно этот список который здесь представлен это авторский список и возможно у кого-то из вас будут пересечения возможно кто-то из вас вообще не согласится и скажет а я считаю иначе и это нормально но мне кажется для вас кто работает в цифровом пространстве это некая идея прежде всего идея так сказать озвучивания изображений идея так сказать добавления какой-то дополнительной информации к изображению вы можете свою таблицу вывести и вот точно так же закодировать и если вы ее зрителю представите если вы его ведете вот в эти правила игры в курс дела то он собственно радостно вам последует и будет согласен дальше играть по этим правилам не удержусь открою сайт потому что в интернете есть на сайте посвященном Кандинскому сюжет не сюжет либретто да наверное этой пьесы с указанием всех последующих постановок уже с 70-го года вот действительно так сказать действующие лица пять великанов неопределенные существа тенор ребенок мужчина люди в свободных одеяниях люди в трико хора за сценой но это на самом деле не какие-то персонажи конкретные это скорее так сказать люди которые просто являются носителями цвета так сказать это способ действительно оживить картинку с помощью танцоров которые будут совершать некие движения перемещения и таким образом вот эта цветовая среда сценическая будет меняться там был правда предусмотрен еще была вернее предусмотрена система цветовых проекций то есть не только цвет костюма должен был действовать но и цветной цвет и с Фомой фон Гартманом на самом деле Кандинский очень быстро нашел общий язык и фактически это такая история сценической композиции которая возникла просто из содружества этих двух людей композитора и художника и вот таких на самом деле историй вообще биографии даже различных художников где есть какие-то пересечения с музыкой их довольно много я думаю в следующем году если не Александр Николаевич то я наверное с вами поговорю про Чурлёниса про его опыты чуть больше про Скрябина и про Булата Галеева посмотрим а пока перед вами Пауль Клея которого мы знаем как художника как одного из педагогов Баухауза в том числе но Клея вырос в музыкальной семье он точно так же профессионально играл на скрипке как и рисовал и где-то мне попадалась такая фраза о том что прежде чем нарисовать ему нужно было сыграть то есть фактически для него вот это нечто что он чувствовал оно имело сразу две природы природу звука и природу цвета и когда он приступал уже собственно к работе над изображением то вот это звуковое сопровождение которое еще звучало в его голове хотя оно служило такой тоже опорой и катализатором для поиска изобразительного языка для поиска сочетаний цветов пропорций форм и так далее и в общем-то действительно если попробовать как Кандинский посмотреть на эту работу мы с вами увидим вот эти темно-зеленые такие почти черные акценты это действительно кажется как будто мощные аккорды звучат мы увидим более размытые и более прозрачные тона которые действительно дают ощущение чуть другого звука и на самом деле такая тоже очень интересная тема по-своему попробовать посмотреть на графику на живопись иногда даже достаточно известную вот с таких музыкальных позиций попробовать ее послушать и почему я заговорила в начале о художниках о живописи потому что действительно когда дизайнеры графики вплотную столкнулись с оформлением музыкальных пластинок с задачей создания плаката к концерту к фестивалю не просто как такому типографическому стали работать над такими проектами не просто как над типографическими сообщениями неким информационным текстом и все хотя как стали работать с ними как с образами вот тут оказалось что абстракция и так сказать вот какие-то идеи развивавшиеся внутри искусства они в общем-то оказались очень классно пригодны и для этой сферы профессиональной а то что вы видите здесь на экране отчасти мне кажется угадали я думаю художника это Пит Мандриан и эта работа называется буги-вуги и действительно у этого ритма музыкального у него есть какая-то не то чтобы прямолинейность но какая-то четкость но я думаю даже те у кого есть хотя бы какие-то азы музыкальной грамоты они мне кажется более бы точно это сформулировали то есть действительно есть способы есть средства вот так вот сделать звук видимым и в общем-то все о чем мы с вами сейчас говорим это разговоры о ритме потому что в музыке есть ритм соответственно в графике в живописи в абстрактной есть ритм и вот на почве ритма собственно музыка и изображение они могут быть связаны и более того Курт Швиттерс дадаист вернее дадаист да по духу но он был не принят в это общество организовал свое объединение он считал что вообще ритм это основа всех искусств мне кажется был абсолютно прав и переходя уже собственно к вот этому факту возникновения целой отрасли в графическом дизайне нужно вспомнить о том что вообще-то такие уже как бы индивидуальные да конверты для пластинок появились где-то после 38 года а что же было до этого а до этого были типовые типовые значит с дыркой в центре в которой собственно у нас виден был вот этот лейбл этикетка на которой были перечислены исполнители и собственно название но даже невзирая на то что у нас здесь на экране вообще образец скорее всего 70-х или 80-х годов выпущенный нашей отечественной фирмой мелодии примерно так выглядели в общем-то многие-многие конверты в Европе и в Америке и вот здесь что интересно и любопытно они конечно могли быть безликими просто белыми бумажными а могли быть и с каким-то рисунком и вот этот рисунок довольно часто содержал в себе какую-то идею движения какую-то идею даже и особого такого не знаю фирменного стиля может быть в том числе и звукозаписывающей студии которые выпускала эту пластинку но вот мне кажется самое главное и самое интересное что действительно обыгрывалась вот эта дырка это раз а второе что подспудно в них в той или иной степени всегда присутствовала та самая динамика фактически так сказать некий такой собирательный образ музыки ритма движения потому что музыка ведь это собственно искусство которое существует во времени это мы картину с вами можем создать повесить на стенку и она так сказать будет висеть нас радовать мы будем к ней подходить смотреть и она вот как бы будет все время вот в таком состоянии музыка танец театр это вот те виды искусства которые носят название временные то есть они действительно существуют пока есть пока идет вот этот процесс пока идет действие и у этого действия вот хотя есть действительно какая-то кривая кривая ритма и вот мне кажется на основе так сказать этой воображаемой ритмической кривой действительно сделаны вот такие типовые конверты для пластинок но собственно почему я назвала 38 год что после этой даты все поменялось поменялось прежде всего в Америке пришел на работу в одну звукозаписывающую студию Алекс Штейнвес дизайнер график и решил вот это безобразие эту ситуацию поменять но интересно что он на самом деле пользовался очень разными приемами тут честно вам скажу что если вы в интернете в гугле наберете его имя у вас очень разные по характеру по графике обложки появятся вы увидите иллюстративные вы увидите с применением каллиграфии вы увидите варианты где есть идеи ритма и некого движения в том числе но я вам сегодня покажу именно те буквально три штуки где все-таки есть вот эта идея ритма идея выражения музыки через ритм еще кстати есть такой интересный момент почему мне кажется вдруг вот это стало актуальным почему действительно появились вот такие формы графического дизайна как создание некого графического образа для музыки ведь это же время джаза те же тридцатые да и потом послевоенные сороковые пятидесятые годы а джаз между прочим считался супер таким вот современным тоже актуальным искусством о тех же художниках русского европейского авангарда мы знаем что они действительно считали джаз частью вот этой новой культуры творцами которой они являются одна группа чешская девять сил они придумали это аналог в общем наших русских конструктивистов они придумали такую идею назвали ее поэтизм такое поэтическое отношение к жизни но это скорее такая наверное метафора речь не о том что они занимались литературой а поэзией радости и вот джаз для них считался поэзией для слуха цирк поэзия для глаз там была целая такая таблица целый реестр кино тоже входило в этот список и действительно искать вот такие пересечения между музыкой и какими-то графическими формами это было актуальным и это было интересным это действительно наверное было частью творчества кстати сказать Александр Родченко в те же даже наверное не 30-е чуть раньше он ездил может быть это как раз начало 30-х ездил снимать выступление Утесова это тоже джаз и считал что это очень интересное актуальное искусство и действительно очень близкое к тому что делает он и его коллеги и вот это кстати обложка пластинки я думаю кто-то из вас мог и узнать художника на работа которого она похожа Хуан Миро скорее всего ну и у Штейнвиса в этой моей подборке здесь конечно совершенно разные музыкальные записи потому что предыдущие это явно явно была запись кого-то из джазовых исполнителей здесь у нас Белла Барток в таком варианте или Чайковский с Прокофьем но если чуть хотя бы абстрагироваться и посмотреть на эту картинку действительно как на попытку художника за счет графики за счет каких-то неких абстрактных форм передать ритм то мне кажется вполне она заслуживает внимания и вписывается в концепцию нашего сегодняшнего разговора вот о швейцарцах я вам немного рассказывала о том какие потрясающие музыкальные плакаты они делали в те же 60-е и упоминала что связана в общем-то швейцарская школа не только с традициями новой типографики Яна Чихольда и традициями ваухауза и вхутемас она связана еще и с таким направлением в абстракции как арт конкрет конкретное искусство манифест был написан Тел ван Дуйсбургом у нас есть представители конкретные значит этого вида искусства например Макс Билл которого вы наверняка знаете еще и как дизайнера и организатора школы в Ульме но в то же время он был членом так сказать вот этого объединения последователями арт конкрет и что лежит в основе арт конкрет лежит такая идея изобразить с помощью цвета геометрии цвета и геометрии какие-то нематериальные духовные практики а по сути изобразить скелет мирозданий если абстрагироваться от реальности и попытаться как они считали понять что собственно является сутью вселенной сутью мира то окажется что это равновесие это некие соотношения которые позволяют собственно удерживать мир вот в том состоянии в котором он есть поэтому рисовать реальность подражать реальности бессмысленно и собственно никогда реальность мы изобразить не сможем а так сказать вот изображая как раз такие соотношения мы приближаемся именно вот к тому реальному положению вещей и в общем-то если попытаться как-то более просто объяснить на что похожи их работы они похожи на структуры на такие эксперименты с поворотом формы с эксперименты иногда чисто визуальные оптические как будет восприниматься например вот такая структура ведь это же в основе квадрат который постепенно на определенный шаг поворачивается есть разные цветовые выкраски но это не цвет в общем-то самого квадрата это скорее выкраска вот этого узкого треугольника который получается когда мы поворачиваем форму то есть действительно получается такая визуальная шарада в своей основе и для швейцарских дизайнеров графиков вот эти опыты были просто невероятно интересны они практически наверное все через них прошли и Рихард Пауль Лозе а это работа Антона Штанковски это немецкий дизайнер график который тоже прошел через арт конкрет до войны в 30-е он успел поработать в Цюрихе там собственно с ними и пересекся и просто зафанател их идеями и в общем-то вот такого рода вещи это чисто умозрительная какая-то графика такие действительно попытки изобразить некие пропорции соотношения попытаться понять что происходит с формой если она начинает вот так вот делиться может быть здесь подойдет слово прогрессии в общем-то опять же математические термины наверное можно подыскать которые бы как-то более наверное точно и внятно вот эти структуры обозначили но ведь в чем собственно их в чем собственно значение вот таких работ в том что дальше художники их и дизайнеры графики но они как бы одновременно были художниками дизайнерами графиками искусство рассматривали как лабораторию такую вот они их в дальнейшем использовали превращали в такие образы или символы превращали в символы для компаний которые занимались совершенно такими странными научными неизобразимыми вещами допустим занимались тепловентиляционными сетями занимались какими-то последними научными физическими разработками занимались какой-нибудь стратегией городского планирования то есть такие темы которые вообще сложно представить в виде хотя бы какой-то более-менее внятной картинки это скорее чисто такие абстрактные вещи вызывают в памяти и действительно вот такого плана работы оказались для них впоследствии большим подспорьем вот но поскольку у нас с вами все-таки разговор о музыке поэтому показываю то что было сделано именно в жанре плаката для в жанре музыкальной афиши и вот этот верхний ряд это как раз Йозеф Мюллер Брокман и мы видим именно серию вот это еще характерно что как правило это не один плакат а серия плакатов которые сделаны на основе схожего принципа и собственно принцип этот он как бы это мы теперь вы поняли откуда он заимствован это действительно арт конкрет там это лаборатория а здесь это уже действительно символ символ музыкального произведения и вот здесь речь не идет уже о джазе это скорее всего классическое симфоническое произведение вот этот плакат наверное наиболее знаменитый Мюллера Брокмана Бетховен и кстати сказать на ютьюбе выложено довольно много анимационных роликов на его основе потому что действительно вот эта структура она просто уже представляет собой какой-то готовый такой ключ эти полукольца они могут нарастать они могут двигаться так сказать по вот этой оси по так сказать своей линии окружности так сказать они могут добавляться могут наоборот становиться более разреженными и вот собственно эта схема она очень хорошо в данный момент показывает что вот эта точка так сказать вращения она находится на пересечении текстовых блоков тоже кстати сказать для швейцарцев такой важный момент и вот еще эту работу кстати сказать можно было бы привести как пример третьего источника вдохновения не только Лисицкого про два квадрата ну и так сказать как раз плакаты швейцарских дизайнеров графиков и в общем-то если наверное на это смотрит человек неискушенный он видит чистый минимализм такой абсолютную как бы чистоту и лаконичность подачи но кроме сказать вот этих качеств тоже по-своему характерных для швейцарской школы здесь есть и вот это чисто такая символическая образная идея как представить музыку сказать к чему можно прикрепиться чтобы у зрителя создалось какое-то ощущение какое-то впечатление или вот например такая подборка в общем все что я вам показываю это Йозеф Мюллер Брокман вот а концертный зал назывался называется Тон Хали практически по-моему для него сделаны все наиболее известные плакаты вот а у американцев потому что у нас собственно у интернационального стиля две ветви швейцарская школа и нью-йоркская школа у американцев получается свой источник вдохновения тоже такой вид абстрактного искусства Colorfield называлась это течение цветовое поле и один из его наиболее известных представителей это Элсорт Келли и вот в этой серии марок собственно все его наверное наиболее известные работы здесь представлены и собственно основная идея этого течения она очень проста собственно закрашенная поверхность поверхность залитая каким-то цветом вот это и есть тоже некий аналог отображения реальности некий образ некий символ и действительно очень всегда любопытно смотреть как те же идеи вдруг начинают жить в не будем говорить коммерческом искусстве скажем более уважительно в графическом дизайне тиражной графике все время вспоминаешь здесь слова Поля Ранда искусство должно быть в вашей кухне комнате спальне это фактически действительно превращение вот этой эфемеры с которой сталкивается человек так сказать вот этих носителей в стену в стены музея действительно человек начинает уже функционировать внутри жить внутри картинной галереи некоторым образом и один одним из последователей как раз можно считать вот это движение колорфилд был Рон Дехарак и вот его как раз две пластинки вы здесь видели вот и сейчас просто пролистаем с вами несколько обложек и мне хочется чтобы вы как-то зрительно для себя тоже отметили какой ритм в них присутствует сказать возможно угадать насколько этот ритм соответствует музыкальной теме это например блюз и автор этой обложки Иван Чермаев американский дизайнер график который практически всегда работал в технике коллажа и отчасти это можно назвать таким рабочим мусором который вдруг обрел свое символическое значение и показался автору близким к данной конкретной музыкальной теме они же даже не зафиксированы эти обрывки бумаги это просто фотографии стола на котором остались вот эти обрезки но есть и варианты где эти обрезки особым образом структурированы какая-то сюжетная линия такая заранее продуманная спрогнозированная присутствует как например здесь и согласитесь что действительно минимальными средствами просто показывая что есть некий порядок в начале а в конце все рассыпается в общем-то нам уже демонстрируется такая стратегия движений импульс движений а заодно и музыкальный ритм или сол-бас поэма цвета Фрэнк Синатра или вот такой вариант перкуссия джаз помните я вам показывала титры к фильму Шарада Марисы Байндера где начало как раз есть там где-то в начале несколько кадров где графический ритм построен именно на кругах на вот этой перфорированной бумаге если образно найти к этому изображению действительно такое ощущение что она дыроколом пробита в нескольких местах одновременно похоже и на заставку для фильма Джеймс о Джеймсе Бонде которые титры к этим фильмам тоже делал Марис Байндер это так сказать его им была придумана вот эта фирменная оболочка со взглядом сквозь дуло пистолета и затем появляющейся цветной точкой круглой которая движется и так сказать дальше уже весь ритм изображение выстраивает можно пожалуйста еще раз посмотреть соулбаса и чья была последняя обложка последняя обложка не знаю честно чья так соулбас вот он у нас полосочками спасибо и тоже безымянная в моем списке но со своим интересным ритмом гитара и так сказать вот эта гитара да она с одной стороны похожей на фонтан 3V в Риме есть какое-то ощущение и на музыкальный фонтан в общем обилие каких-то образов всплывает но самый главный образ все-таки это вот этот ритм цвета у которого есть вот такая траектория начинающаяся именно вот здесь чуть ниже центра да вот такой еще битхой вот и как я уже обещала покажу вам сегодня то что делают трокслеры то что делает Леонардо Саноли но чуть забегая вперед демонстрирую вам плакат о ник трокслер дочке Никлауса трокслера одного из самых классных самых известных самых любимых вообще московской общественности профессиональный дизайнер плаката плакат к музыке одного композитора можно сейчас у меня был скриншот сделанный чуть да более крупный зовут его Стефан Хейнрик Эбнер как она про него сказала это такая очень музыка минималистичная и с повторяющимися музыкальными фразами и поэтому у нее возникла идея сделать вот такой муар и визуально наверное представить такое продемонстрировать да продемонстрировать вот это ощущение такого звенящего наверное воздуха и под вообще минимализм музыки обычно подразумевается подразумевается такой жанр где нет резких всплесков резких аккордов то есть это действительно на одном практически тембре построенное такое звучание у нее да есть некая акустика некий диапазон но практически идентичный от начала до конца и в общем-то я не верю она как и трокслер всегда старается найти именно какой-то очень точный образ потом они оба всегда очень радостны вот этими метафорами и открытиями вот этой начинкой внутренней своих плакатов делятся на публике мне показалось что даже зрительно в общем-то эта история она действительно музыкальная она действительно создает ощущение как не некоего звучания можно здесь конечно и вот эту волну вспомнить но мне кажется здесь дело не в этом здесь дело именно вот в этом графическом ритме который действительно создает ощущение такого вот определенного характера музыки и на самом деле если мы уж заговорили о трокслерах то следует вспомнить что трокслер Никлаус трокслер это дизайнер график который практически всю свою жизнь посвятил и посвящает именно плакатом к джазовым фестивалям в одном и том же месте в Виллисо по-моему с начала 70-х он этим занимается и фактически работает с одним изобразительным средством за небольшим исключением с типографикой то есть на основе букв на основе слов на основе имен исполнителей названий музыкальных инструментов характера этих букв каждый раз предъявляет публике некую новую идею каждого нового фестиваля фестиваль проводится по-моему раз в год это буквально ангар внутри которого есть сцена места для зрителей но для Виллисо это такое уже в общем-то мощное культурное мероприятие как наверное да вообще знак города они его воспринимают и здесь если мы говорим о трокслере с одной стороны можно говорить о том как он работает со шрифтами как он работает в рамках этой идеи type as image шрифт как образ а с другой стороны раз уж мы говорим о музыке о музыкальном ритме попробовать расшифровать что он хотел показать именно в плане музыкального ритма и действительно каждый раз какая-то своя интересная структура у него возникает не только связанные с материалом с которым он работает потому что он там использует то наборный шрифт то вырезает с цветной бумаги причем делает это до сих пор чем он меня окончательно потряс равно как его дочь Аник работает руками для того чтобы почувствовать материал и собственно вот эта фактура шрифта его характер они не только какую-то такую вот не знаю образную идею нам демонстрируют но они нам демонстрируют еще и музыкальную идею где-то она конечно более четко наверное видна и чувствуется а где-то менее это мне кажется несколько лет назад одна из золотых пчел скорее всего на которой был вот такой плакат не Клауса Трокслера но почти буквальное воспроизведение музыки вот вам нотный лист и вот вам текст который поверх него просто такими деревянными литерами тиснут и опять же это очень на самом деле ценно потому что для человека который который знает нотную грамоту который действительно слышит вот эти все знаки это фактически звучащий плакат такой же звучащий как все то что мы можем с вами послушать используя АР технологии которые теперь почти всем уже становятся доступны кстати вот это такой тонкий момент не все дизайнеры об этом думают когда начинают экспериментировать с нотами когда начинают их внедрять вот в эту графическую структуру два года назад на прошлой золотой пчеле был один плакат который отобрали показалось что это что-то очень интересное потому что там буквы собственно типографический плакат буквы у которых один из элементов графемы превращен в ноты и действительно зрительно мы видим некую музыкальную такую ритмическую фразу просто за счет того что эти буквы они на разном уровне друг к другу расположены и я как человек дотошный спросила у своей знакомой которая преподает в музыкальной школе с надеждой что действительно моя догадка окажется верна она в ответ рассмеялась и сказала что это чистая абракадабра то есть вот когда с такими вещами начинаешь сталкиваться с одной стороны вот для непосвященного действительно в этом есть некий музыкальный образ о буква как нота но когда действительно хочешь считать это как информацию а ведь было бы классно там действительно можно было бы зашифровать какой-то фрагмент джазовой мелодии потому что это был плакат к джазовому фестивалю но вот этого не произошло и вот сказать да я про это уже сказала что это в общем-то один из таких простых способов как раз ввести звук в статичное изображение так сказать заставить это изображение звучать хотя бы для какой-то группы людей и на мой взгляд в общем-то даже если не пользоваться нотами есть способы практически реально вот эту музыку продемонстрировать как объяснял Никлаус Трокслер это контрабас это гриф контрабаса а это смычок вот собственно два таких столбца вертикальный и горизонтальный которые превращены в музыкальный инструмент и так сказать такой вот веселый жизнерадостный ритм этих литер он действительно отсылает именно к джазовому ритму ведь мы никак здесь не представим с вами какую-нибудь строгую строгую классическую симфонию мы представим именно джаз и теперь перебираемся в веб и здесь у нас с вами да здесь у нас с вами есть во-первых прекрасный сайт Никлауса Трокслера где можно еще посмотреть его плакаты увидеть плакаты которые сделаны из разноцветного скотча действительно это скотч эти буквы склеены выклеены на поверхности бумаги и его рукой добавлена надпись вот но одни из последних вещей да это уже у нас 2020 они как раз построены даже уже не на типографике а на таких оптических эффектах можно считать что это вибрирующая колонка на самом деле музыкальная охотно верю действительно возникает такое ощущение но можно чуть более абстрагировано посмотреть на эту картинку мне кажется здесь вообще весь опыт оптического искусства 20 века тогда может всплыть потому что собственно что такое вот эти оптические эксперименты в искусстве это попытка опять же изобразить то чего нет заставить человеку увидеть то чего на самом деле нет и в принципе наше вообще зрение нашей человеческой природы так устроено что определенные структуры графические мы действительно видим движущимися видим какие-то изображения которых силуэты которых на самом деле не существует просто потому что наш глаз каким-то образом совмещает те или иные элементы те или иные детали мы начинаем видеть какое-то движение начинаем видеть ритм в том числе собственно мы с вами уже договорились эту фразу Швиттерса я вам произнесла о том что вообще все искусство есть ритм ритм графический его можно дальше привязать и к музыкальному ритм тоже один из способов заставить изображение звучать трокслер ходит по своей выставке буквально первые несколько кадров вам покажу как вообще висит в пространстве его плакаты и когда они напечатаны большие вот такого формата мне кажется это даже больше чем А0 есть какое-то определенное ощущение особого погружения вот в эту графическую среду в эту графическую структуру так еще случайно совершенно нашла ссылку на съемки как раз в Виллисо есть возможность посмотреть на то как выглядит это место как все происходит и еще на самом деле тоже интересный момент он же абсолютно свой человек вот в этой джазовой среде почему ему настолько легко и просто работать там кстати сзади его плакат висит цветной потому что это фактически он из первых рук получает всю эту информацию так у нас сегодня такие переходы из одной программы в другую вот здесь на прошлой типомании на позапрошлой типомании мне удалось заснять фрагмент на лекции Никлауса Трокслера фрагмент где он демонстрировал как раз анимированный плакат на сайте вы его видели сейчас посмотрите как он живет как он постепенно собирается плакат который еще по-своему уникален потому что он собран из фрагментов отдельных постеров потому что вот этот палец отрубленный у него когда-то был символом одного из фестивалей в Велесо в каком-то году рука вот эта тоже вот эти вот странные такие бублики тарелки с цветными полосками линиями тоже в какой-то момент появлялись и действительно это тоже мне кажется вам на заметку такой интересный вариант чисто сюжетный на чем можно построить анимацию можно вот так вот собрать элементы из каких-то прошлых вещей из каких-то прошлых проектов и действительно сделать такой омаж посвящения особенно если речь идет кстати сказать о юбилее там те же не знаю 10-20-30-40 лет работы какой-то компании и это фактически уже превращается в инфографику так сказать в такую как бы идею постепенного добавления вот этих элементов и уже так сказать сложение вот этой целостной такой картины в конце теперь посмотрим что делает Аник Трокслер и дам вам ссылку на ее выступление на английском языке на самом деле очень такой простой и хороший язык в общем все понятно это не даже не те лекции которые мы с вами слушали в рамках цифровой лаборатории хотя бы потому что там терминологии особой наверное нет она просто рассказывает как раз вот о такой вот проектной составляющей своих работ своих плакатов сказать из какой идеи рождается вообще сюжет и так сказать как она приходит вот к этому конкретному визуальному образу и ну да вот эта вещь она совершенно не про музыку но в качестве иллюстрации к моим словам ее приведу значит это был серия лекций в базильской школе дизайна где она преподает значит playful design methods такие игровые элементы в дизайн проектировании и кого она здесь упоминает Дэниел Иток Поль Кокс еще несколько товарищей и собственно сколько героев на этих лекциях столько и букв и каждая буква она является такой своеобразной метафорой этому герою его наверное какому-то отличительному проектному методу или просто сказать там отличительной черте его графического языка и вот эти вещи на первый взгляд тоже кажется что это все отрисовано или так сказать используется 3D программа ничего подобного даже если она потом что-то и делает в 3D программах начинает она именно с ножниц бумаги и клея буквально вот эти элементы раскладывая на полу на столе вот так вот экспериментируя с буквами вырезая их отрывая какие-то фрагменты чтобы посмотреть как материал живет что с ним можно сделать и мне кажется это конечно добавляет какой-то особый шарм ее вещам они действительно становятся наверное более живыми более настоящими когда знаешь о процессе когда знаешь как это все в реальности происходит вот и собственно то чем она сорвала аплодисменты на типом они двухлетней давности потому что они выступали вместе выступали каждый по отдельности в один день Ник Лаус Трокслер в другой день Ник Трокслер это как раз была айдентика для джазового фестиваля там несколько три по-моему трех фестивалей в Велесо в разные годы которые происходили и вот это на самом деле уже какой-то новый этап потому что она демонстрировала плакаты самого разного формата там и баннеры и элементы вот эти классические для айдентики там сувенирка всякие майки и прочие и брошюры на которых какие-то рекламные проспекты билеты неважно электронные или печатные на которых тоже есть элементы вот такой графики вот но самый апофеоз где действительно мы увидели вот такой прям мощный аккорд всей придуманной ей графики это стали вот такие горизонтальные плакаты анимированные где вот все это буйство линий цвета пятен оно оказалось завязанным с музыкой и превратилось в такие классные графические истории и про этот конкретный плакат она рассказывала что придумала сделать его таким даже не просто трехчастным а бесконечным чтобы можно было вот эту панораму раздвигать и вправо и влево это у нас две тысячи шестнадцатый год теперь переходим Переходим теперь обратно в Keynote. Вот так выглядели печатные листы. И на самом деле это тоже такой интересный момент сравнивать, как дизайнер график работает с этой экранной поверхностью, как он работает с печатным пространством, какие элементы уходят, какие остаются, какие добавляются, вообще что происходит с движением, как вообще формируется вот эта стратегия движений. Потому что ведь действительно, даже если отталкиваться именно от статичной версии, вот печатной версии от коллажа, нужно давать себе отчет в том, что может с этими элементами происходить. И вот не зря мы с вами начали с музыки, потому что ведь в музыке на самом деле очень мощный ключ, очень мощное подспорье скрыт, потому что там есть ритм. И, собственно, вот на этот музыкальный ритм можно всегда каким-то образом нанизать элементы изображения, придумать, опираясь на подъемы, спады, какие-то высокие тона, низкие тона, на инструменты, скажем, какую-то ситуацию, которая будет на глазах у изумленной публики происходить. Есть у меня тут несколько слов, Анник. Вот, например, из одного из ее интервью кто-то ее спросил, какой ваш девиз. Она пишет, что я люблю чувствовать, по-русски это называется, заноза, такую иголку, покалывание, когда я думаю над дизайном, когда я думаю над проектом, даже если мне приходится вот с этим ощущением жить очень долго. Но мне кажется, это всем знакомые чувства, чувства, когда внутри тебя что-то растет, формируется. Ты пока еще до конца не понимаешь, что это должно быть, но есть желание вот это как-то визуализировать, придумать, найти какие-то фактуры, моменты, образы, которые позволят вот этой идее действительно родиться в мир. Так, еще есть вот такой перечень ее ответов. На основе каких дизайн-принципов вы работаете, живете? Я всегда люблю начинать заново или начинать снова, или начинать новое. Я люблю себя удивлять. Значит, я стараюсь себя не сдерживать каким-то единым, одним стилем. Вот, Никита, еще раз можете приводить просто цитату признанного дизайнера графика. Я стараюсь рассказывать или показывать идею в рамках контекста проекта. Я люблю не проводить, а как бы внедрять, давайте так скажем, счастье, радость в мои проекты, мои дизайны. Я стараюсь оставаться на волне времени и не старомодной. Ну, с одной стороны, наверное, это ответы, которые мог бы практически, наверное, любой дизайнер дать. Но есть вот эта фраза, которая мне лично симпатична, вторая. Я люблю себя удивлять. Почему? Потому что есть похожие слова, сказанные Милтоном Глейзером. Ну, это просто фигура номер один была в графическом дизайне, один из основателей студии Пушпин. Художник жив, пока у него есть возможность удивлять и удивляться. Художник в смысле творец, в смысле человек, который может что-то придумать. И вот, собственно, теперь мы с вами с музыкой закончили и переходим к следующему герою нашего сегодняшнего рассказа. И, так сказать, вот к этому следующему источнику вдохновения в анимации графической. Это сюжет, это материал, это некое действие. И речь пойдет о Леонардо Санноли. Тоже совершенно уникальная и потрясающая личность на арене современного графического дизайна. Когда-то он четыре года учился графическому дизайну в Урбино. В одном из последних интервью его спросили о дизайнообразовании в Италии. Имея в виду графический дизайн, он, так сказать, скривился, сказал, что все очень плохо. И, так сказать, единственное, на кого до сих пор правильно, вернее, на кого в настоящий момент правильно профессионально учат, это архитекторы. Вот, собственно, мы все являемся в некотором роде архитекторами. Эти дизайнеры, которые осваивают промышленные дизайны и графические дизайнеры. Ну, интересная такая концепция. И, так сказать, она отчасти верна для того, как он работает с типографикой. Потому что он для себя придумал такое название, особенное, под названием Letter Mix, так он называет свой стиль работы. По-русски иногда называется это буквизм. Так тоже, так сказать, кто-то из студентов или современных дизайнеров графиков по-своему перевел. То есть работа с типографикой в игровой и трехмерной форме. И у меня здесь будет некоторое количество цитат, потому что это действительно человек, которым нужно судить по его словам, по тому, как он объясняет, рассказывает о своих же проектах. Буква – это объект. Но мы привыкли смотреть на буквы в двух измерениях и не думаем о том, что происходит за ними. И вот еще совсем, так сказать, давно, когда не было никакой 3D-типографики, он довольно часто экспериментировал, на самом деле, и с гипсовыми моделями, и с бумажными моделями, как раз делая макеты букв. И вот здесь, наверное, такой тоже метафорой этой части его творческого процесса может служить плакат к лекции в Любляне на тему истории письменности. Что такое атом? Атом – это название стихотворения одного славянского поэта, но Саноли в этом увидел еще и букву, как атом, слово, как атом языка. И, так сказать, вот так вот его здесь, как невероятной ценности элемент, внедрил в плакат, и действительно получилась очень красивая метафора – руки держат слово. И вот этот жест, ведь он на самом деле о многом, он как раз о том, что буква – это объем. Потому что когда мы что-то держим в руках, мы знаем, что мы можем это повернуть и посмотреть на это с обратной стороны. Я понял, что у меня нет способностей к иллюстрации и работе руками, поэтому я решил, что для меня использование типографики является более подходящим способом выражения моих идей. Меня очень вдохновили некоторые книги в моей библиотеке – от стихов до прозы, от художественной литературы до дизайна. Эти книги научили меня думать о буквах по-разному, использовать различную типографику в своих работах. И на самом деле о Саннули мы узнали где-то в начале 2000-х, когда Сергей Серов привез его в качестве участника жюри «Золотой пчелы». Мы – это я имею в виду общественность профессионалов, дизайнеров, графиков. И тогда, собственно, первые его работы были выставлены. По-моему, да, даже тогда была выставка членов жюри. То есть мы увидели на самом деле не один плакат, а хорошую такую подборку. И, как водится, Саннули выступал с мастер-классом, с лекцией, рассказывал о своих работах. И вот эта подборка, она действительно была какая-то по-своему особенная, такая невероятная, потому что это был абсолютно новый взгляд на типографику. Это была не плоская буква, а это каждый раз был какой-то трюк, трюк с объемом. И вот то, что вы здесь видите на экране, это плакат посвящения одному достаточно известному итальянскому дизайнеру, который где-то, сейчас не берусь сказать, когда именно, но создал марку торговую шерстяной компанией. Это, по словам Саннули, самый общеизвестный бренд, знак. И, похоже, на основе графического ритма, который используется в этом знаке, Саннули сделал такой плакат посвящений. Но даже без этой предыстории все равно эта композиция завораживает, потому что здесь начинает играть об арт, ведь мы начинаем действительно зрительно пытаться разобраться в этом пространстве, в этих объемах, и пытаемся понять, что за архитектура фактически перед нами. То есть не просто надпись, а именно трехмерный объект. Дизайн постера – это как забег на 100 метров. Корпоративная идентика похожа на марафон, потому что вы должны совершить очень долгую пробежку, сохраняя в процессе базовые идеи, следуя единым правилам. Это плакат к кинофестивалю. И здесь, на самом деле, его особое качество не только в типографике, которая тоже начинает работать как некая перспектива, аксонометрия, но и в том, что он вообще четырехчастный в рамках одного листа. Тоже достаточно инноваторский способ. И тогда, в начале 2000-х, всем Саннули заполнился именно такими интересными визуальными трюками с буквами. Даже не столько своими объемными интерпретациями буквы, сколько интересными метафорами. Буква иногда даже плоская, плюс какая-то вещь. Буква, наколотая на английскую булавку. Это был плакат к показу коллекции одежды. Или вот такая буква «М» вместе с авоськой, с лимонами. Mediterranean design, средиземноморский дизайн. То есть она за счет своего поворота, она действительно становится вещью, становится объектом. Потому что, так сказать, возникает ощущение, что она пришпилена на этот гвоздь и просто под силой тяжести ее наклонила вот именно под таким углом. Или вот такой плакат. Плакат о плакате. Плакат к лекции о плакате. И если здесь это, собственно, рисунок, это такой как бы проект инсталляции, то в каких-то случаях, сейчас мы до них дойдем, он буквально использует прорези и создает вот такой плакат-объект. Это выставка Вольфганга Вейнгарта. Не выставка Вольфганга Вейнгарта, а презентация его книжки «My way to typography». И для образа была использована буква, которая превратилась в невозможный такой объект. Работая над дизайном, например, над буквами, я люблю экспериментировать, искать пределы читаемости. Думаю, в некоторых случаях удобно. Читаемость не имеет значения, потому что куда важнее зацепить читателя формой. Иногда принципиальная нечитаемость – это и есть сообщение. Хорошая, кстати, цитата параллельно с Вейнгартом, потому что о нечитаемости как раз он стал говорить, придя в эту базильскую школу и абсолютно перелопатив ту самую классическую швейцарскую типографику. В общем, само собой получилось. Вот как раз плакат с одним словом «emptiness», который действительно является такой инсталляцией, объектом, потому что слово вырублено насквозь. Плакат сделан для Китая, где проходила выставка со слов «Саноли». И вот они попросили меня прислать типографический постер. Но для меня просто типографический плакат не имеет смысла, потому что для меня типографика – это инструмент. И поскольку неудобно было отказываться, ведь Китай оплачивал билеты проживания, а мне хотелось бы участвовать в выставке, я придумал слово «emptiness». Это сочетание слов «пустой» и «типографика». То есть пустая типографика. Действительно, там внутри есть слово «type» в слове «emptiness». И Саноли всегда очень радостно рассказывает о том, что есть для него бэкграунд, что есть для него источник вдохновения. И одним из источников вдохновения он всегда называет русских конструктивистов. Но я думаю, вы заметили, что внешне это практически никак не проявляется. Это скорее такое идейное, какое-то внутреннее, наверное, соответствие. Их формальные методы были чудесные, такие ясные. Например, они применяли к макетам книг те же идеи, что и в кино. Вот это его, я помню, действительно поразило, что есть вот эта целостность вообще творческой вселенной, что нет вот этих закрытых границ между отдельными формами искусства, что есть вообще вот эти постоянные попытки поиска какого-то универсального метода, универсального ключа. И из-за этого действительно разные жанры начинают друг с другом как-то контактировать, пользоваться какими-то приемами параллельными. И это интересно, потому что фактически вот из таких экспериментов, вот из таких перекличек и рождается что-то новое. И еще из одного из интервью с Саноли как-то к нему обратился один человек, который устраивал выставку визуальной поэзии, попросил дать плакаты на эту выставку. И Саноли очень удивился и сказал, что он никогда визуальной поэзией не занимался. Но оказалось, что для людей, которые связаны с литературой, которые связаны со словом, вот это многообразие типографики, вот, так сказать, этот интересный такой экспериментальный язык шрифтовой, которым пользуется Саноли, он воспринимается как визуальная поэзия. Не нужно ничего специально делать. Дай нам несколько твоих плакатов, мы их повесим, ведь они абсолютно точно впишутся в контекст. И вот то, что вы здесь видите сейчас на экране, левый – это столетие в Хутемаса, а правый – это, по-моему, посвящение конструктивистам, модернистам. Ведь, действительно, мы не можем сказать о том, что это такое абсолютное, так сказать, следование эстетики 20-х. Это абсолютно авторская работа, так сказать, такая самостоятельная, где вот эти идеи интерпретируются иначе. Мы единственное, на что можем опереться, на слова-символы, допустим, в левом плакате, на буквы-символы, на вот эти знаки внимания, стрелки, в которой превращена единица, или на, так сказать, структуру, геометрию, на какую-то сетку, которая, действительно, такое ощущение, там подсподно существует, так сказать, внутри ячеек, в которой возникают эти буквы. Это я про правый плакат сейчас говорю. Но, опять же, повторюсь, тут нет никакого слепого копирования, никакого слепого подражания. И на... Значит, это была... Я не помню, это была типомания... Да, была типомания еще раньше, чем с Никлаусом Трокслером и с Анник Трокслер. И Леонардо Саноли тогда тоже выступал с лекцией и рассказывал про свои проекты, про свои плакаты. Вот еще интересный тоже проект 2008 года. Это плакат. Ну, собственно, этот плакат, он состоит из двух частей. Это белый лист бумаги и желтый лист бумаги, на котором написаны слова line crossing the borders, линия, которая пересекает границы. И этот конкурс устраивала линия график, одно из первых наших замечательных агентств по печати и дизайн-бюро. И Саноли придумал абсолютно такую живую форму, хотя она даже не вписывается в стандартные прямоугольные рамки, потому что этот плакат, его надо экспонировать как объект. Вот так вот накладывая один лист поверх другого. И вот в этом, собственно, вся суть метафоры в том, что линия пересекает границы, линия действительно способна вот так соединять вещи, которые, так сказать, живут в каких-то разных пространствах. Извините, я прослушала вот имя. Это тоже Леонардо Саноли? Это тоже Леонардо Саноли. Вот он сам здесь и есть за пультом управления. Спасибо. Но вот чем он окончательно покорил публику, это динамическая айдентика. И действительно, несколько лет назад вот такие формы графического дизайна, они не то чтобы были в новинку, потому что, ну, как быть, эти помани уже, в общем-то, были достаточно раскрученным брендом. Они всегда делали и делают вот эту инсталляцию, вход-выход с привлечением наших преподавателей из нашей кафедры, наших выпускников. Но увидеть это как коммерческий проект, удачный, так сказать, увидеть это вот настолько, увидеть это, вернее, в таком вот многогранном развитии, как показал Саноли, это было действительно в новинку. И фактически тогда Саноли озвучил то, о чем думали многие. И, так сказать, является ли движение просто таким рекламным трюком, так сказать, является ли движение просто модой, является ли анимация, так сказать, просто способом внедрения графики в интернет. И вот тогда, собственно, сказал, что компьютер – это один из инструментов среди многих других. Цифровые методы эффектны, но часто движение на экране оказывается бессмысленным. То есть нужно думать, как бы нужно вот эту сюжетную идею заранее как бы осмысливать. Мне интересно, что можно сделать с его помощью, он у меня не привлекает дебаты за или против использования компьютеров. Это все равно, что выступать за или против использования карандаша. И что же это был за проект, который так всех покорил, и на примере которого, действительно, вот это где-то новая, да, сфера графического дизайна, мошен-дизайн, предстал во всей своей красе. Это айдентика для фестиваля искусств «Артиссимо», молодой фестиваль, который проводится в Италии, и Сан-Ноли уже который год делает для этого фестиваля графический стиль. И он буквально, так сказать, по этапам рассказал, так сказать, с чем, вернее, как он работал. И первое, так сказать, первый пункт был связан с продумыванием логотипа. С тем, как можно зрительно представить современное искусство. И поэтому он составил таблицу, таблицу развития искусства, и пришел к выводу, что там до определенного момента искусство развивалось линейно. Ну, в общем, действительно, даже там до «Черного квадрата» Малевича мы с вами знаем, что искусство стремилось вначале к подражанию человеческой натуре, так сказать, формировался вот этот профессионализм, который достиг своего апогея, наверное, в эпоху Возрождения. Затем происходят какие-то свои истории. И далее вот эта стратегия, она начинает двигаться в обратную сторону, наоборот, к упрощению, к символизации, к абстракции. и такой финальной точкой становится действительно «Черный квадрат» Малевича. А если брать XX век, оказалось, что пути движения искусства, они совершенно хаотичны. И вот, так сказать, такую странную запутанную схему он нарисовал как раз на нижнем прямоугольнике справа, где мы видим некие точки, видим пересечения, и все это действительно напоминает такой клубок линий. И, так сказать, в качестве такого основного опорного элемента была взята линия, но линия, так сказать, разные. Линия с изломом, линия прямая, линия скругленная. И фактически вот эти несколько линий, они стали отправной точкой для всех последующих метаморфоз, которые эта айдентика претерпевала. И есть очень, так сказать, такие простые варианты, абсолютно минималистичные, как мы видим, например, здесь это печатная графика, это плакат. или же или же есть такие варианты, так, сейчас, или же есть вот такие варианты, где мы с вами видим движение, где мы с вами видим уже некую структуру, но структуру, составленную из вот этих элементарных частиц. Вот, еще что всех тогда потрясло и заинтриговало, и действительно, так сказать, это было каким-то буквально открытием в профессии, что для каждого движения, в общем-то, найден был образ. и для каждого фестиваля был найден свой образ движения. И один из фестивалей был построен на основе калейдоскопа. Вот то, что мы с вами сейчас видели. И вот так выглядят плакаты. другой фестиваль, следующий, был построен на основе того, на основе такой мелкой пыли металлической, которую каким-то образом схватывает магнит. И на самом деле, несмотря на то, что вот эти образы, о которых я говорю, они такие совершенно отвлеченные, и, казалось бы, какое отношение они к современному искусству имеют, в общем-то, действительно имеют. Калейдоскоп, ведь что такое? Это преломление, преумножение, превращение элементов, так сказать, таких вот ясных, простых, тривиальных, в совершенно фантастическую картину. Тоже как метафора искусства, как метафора творческой деятельности. А здесь, вот с этой металлической пылью и магнитом, значит, идея такая, может быть, более эстетская, красивая, рекламная. Фестиваль Артиссимо, он вот как магнит притягивает различные имена работы художников. И вот здесь Санноли, я помню, долго рассказывал про то, как они тренировались с этой металлической пылью и с магнитом, потому что нужно было найти какое-то красивое движение, понять, как вообще за магнитом тянется вот этот след, как она собирается. То есть, не в программе 3D это было отрендерено и, так сказать, просто сделано, так сказать, опираясь на какие-то предположения, а проверено опытным путем вначале. И действительно, когда, так сказать, смотришь вживую, как это работает, ну, фантастический эффект, я вам дам ссылку на сайт журнала Шрифт, где есть интервью с Санноли и выложена как раз его лекция на типомании, фрагменты, которые я вам сейчас показываю. И следующий фестиваль Артиссима, значит, там такая получилась красивая природная метафора, что Артиссима это кисть. И вот из этих элементов логотипа, которые вы видели на самых первых плакатах, была в фотошопе, по-моему, если мне не изменяет память, собрана вот такая кисть, с помощью которой рисовались разные объекты. И вот здесь он, собственно, этот момент как раз и должен объяснять. Показывает цветы, дальше показывает, как они выбирали те или иные образы, трансформировали их, переводили вот в такую хитрую графику. Конечно, если не знать про эту кисть Артиссима, кажется, что это нарисовано просто на фактурной бумаге, такой достаточно шершавой, для того, чтобы оставался вот такой след карандаша. Но когда знаешь всю подноготную, на самом деле история такая очень сильная как раз вот с точки зрения проектного образа, с точки зрения идеи. И шестой год Артиссима это посмотреть на современное искусство сквозь течение воды, сквозь течение времени, сквозь время. И они долго наблюдали за движением воды, за тем, как вообще рождается волна, рябь на воде. И затем создали фильтр, который превратил вот эти элементы логотипа действительно в такое вот колышащееся изображение, изображение, которое мы видим сквозь толщу воды. И всегда на самом деле вот в такого рода проектах возникает вопрос, что было раньше, печатная графика или анимация, можно ли из анимации просто взять и выдрать буквально один кадр и превратить его в плакат. Или анимация должна быть сделана на основе статичного изображения. Но здесь получается, что рецептов и готовых ответов нет, можно действовать и так, и так. и фактически даже на примерах для этого фестиваля Артиссима мы с вами видим, что в каких-то случаях он отталкивается от статики, от изображения, с которого начинается анимация. А в каких-то случаях часть этой анимации, как то, о чем сейчас идет речь, она действительно становится очень таким сильным элементом именно печатной графики. То есть все, наверное, зависит от контекста. И вот так выглядят каталоги, где как раз мы с вами видим эти метаморфозы логотипа, так сказать, наверное, да, даже насыщения, так сказать, последовательные и поверхности какими-то элементами. Потому что вот, собственно, начало, действительно, молодой фестиваль, вот, так сказать, его рождение. И дальше он проходит через, так сказать, несколько стадий становления. У каждой стадии становления есть свой образ, символ, коридоскоп, кисть, пыль, вода. И так сказать, вот эти сюжетные метафоры, они, получается, влияют уже на картинку. Так, вот, а теперь вам я покажу то, что сделали наши девушки вместе с Екатериной Сиверс и Любовью Соколовой. Хорошо, что есть этот сайт ReadyMag, на котором остались все материалы от прошлого весеннего семестра, и, в общем-то, можно прямо всю стратегию ведения проекта здесь увидеть. Первое задание было цифровая маска, цифровой камуфляж, медицинская маска, потому что уже, собственно, в конце марта мы все ушли в подполье. Вот, и традиционно этот семестр всегда посвящен плакату, и, как всегда есть задания на типографический плакат, рекламный плакат, авторский плакат, но здесь, поскольку вообще ситуация была такая совершенно новая и сложная, в результате это все перевели просто в разные темы, так сказать, там, социальный плакат, афиша, столетие в Хутемаса, мудрый плакат, как раз тогда, по-моему, Александр Васин устроил этот конкурс, вот, но, мне кажется, для вас чем эта подборка может быть интересна тем, что вы здесь видите сразу и печатные листы и анимацию. понятно, что это студенческие работы, ученические работы, но мне кажется, есть смысл взглянуть, как это сделано, как собственно себя начинает вести та или иная идея. здесь хорошо совпала эта тема светового загрязнения, потому что она действительно повлекла за собой как раз это и мерцание, и как противоположность были вставлены вот эти звуки стрек это кузнечка в ночи. Это у нас Хутемаса 100. вот эти были забавные на самом деле плакатики. Такая игрушка получилась своеобразная. Фактически такой тизер для компьютерной игры. решила Звучит музыка. Звучит музыка. Ну и фактически звук здесь ведь не просто как примочка выступает, а звук как часть характеристики изображения. Он не столько ритм задает, сколько, наверное, в эту ситуацию нас более глубоко вводит. Где-то повторяются, потому что разрешалось сделать в паре. Вот это получилась такая классика, собственно, и Футемаса, и Баухауза на основе геометрических форм. Не у всех есть звук, это, так сказать, не было обязательным. Вот. Ну и здесь, на самом деле, анимация, она оказалась, в общем-то, к месту, потому что это кадры из фильмов, где много крови, и на самом деле они рекламируют не фильмы, а красную помаду. Такой хулиганский образ был найден, оттенки красного. И вот эти вставки, они по формату, так сказать, узнаваемы, потому что это действительно формат экрана. И анимации здесь абсолютно точно к месту, то есть их действительно как вот такая вставка на сайте могла бы быть. Так. здесь наверно такой такая аналогия с современными компьютерными технологиями что соответственно баухаус в хутемас в свое время был новаторским в плане технологий поэтому здесь же есть и плакате на вот это еще ничего получился обидно конечно что почти у всех нет звукового сопровождения потому что он мне кажется просто классно бы оттенил и цветовую палитру и ритм то есть все таки на мой взгляд если об анимированном плакате говорить как о таком уже популярным современным актуальным жанре мошен дизайна ему конечно не необходим звук да тут он есть кстати интересная получилась такая метафора вот этих пикселей которые действительно создают даже зрительное ощущение шороха шуршание сказать как какой-то вот такой структуры сминаемый и когда это дополняется звучанием тоже по-своему становится забавным